Есть прямая военная интервенция. Мы говорим о том, что прекратите, идите домой отсюда. Что вас и так не беспокоит наша независимость? Что мы имеем на сегодня? У нас война. У нас не межусобная война, у нас война с Россией. Вернее, это у них война. Ее надо защищать, нашу страну, от агрессора российского. Мы должны дать за свою страну, за свою церковь, за свое жизнь. Юрий Любченко – ветеран войны. За плечами танковое училище в Омске, Афганистан и Ангола. Когда распался Советский Союз, Юра вернулся домой на Украину, в родной Херсон. Стал строителем, женился, родил сына Антона и вряд ли думал о том, что в свои 52 года снова сядет в кабину танка. А вы думаете, я знала, что он туда уезжает? Нет, я ее надурил. Он меня просто обманул. Я это узнала, оказывается, все знали, кроме меня. Ну, как обычно. Ну, он пришел вечером, сказал, Света, мне надо собираться. Но он перед этим ходил военкоматно. Он как военнослужащий же туда ходил, он говорил, что-то помогал с какими-то делами там. Я как бы и спокойна, что он помогает же. Нет, она видела удостоверение офицера, она видела меня в военной форме. А потом через полтора месяца, когда мы там курс переподготовки в академии прошли, потому что у меня перерыв в службе был 22 года, мы по-новой сидели, карты изучали, как на них ориентироваться, вспоминали все это. А потом случайно моя сестра увидела меня в фоторепортаже и видеорепортаже с Донецкого аэропорта. Они приехали, снимали нас по каждому батальону, в каждом, здесь есть сцена, там дальше, где я готовлю танки к стрельбе. Ой, слава богу, мы в пути практически. Вот сколько раз я здесь бываю, а мы часто с Юрой здесь бываем. На все праздники приходим сюда, я проезжаю здесь часто мимо. Каждый раз я всматриваюсь в лицо этого парня, и вот каждый раз я смотрю на него, и вот думаю, это же целая эпоха в этом лице. Страдания, это муки, это боль, это обида за то, что этих людей туда ни за что, ни про что. Вот просто кинули в это пекло, и все. Ну, когда я ехал в Афганистан, конечно, я был, четко знал, что я еду защищать свою родину. Меня так убедили в этом, я других мыслей не придерживался. Когда приехал туда и побыл там первые три месяца, так сложилось, что там сразу войну, принял танковую роту, война, 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 война. И потом на простой вопрос своего солдатика с роты, а я командиром роты был, танковой. А что мы тут делаем? Я уже не знал, что им говорить. Еще не вмерла України, ни слава, ни воля. Еще нам, братя, украинцы. Слава Украине. И день конституции был принят 28 червня 1996 года. Это должен знать каждый. Дякую. Сразу после оккупации Крыма в Херсоне тоже были несанкционированные митинги русской весны, на которых находились там свезенные, привезенные со всех областей Украины за деньги. С Российской Федерации были представители, которые выставляли лозунгом создания Херсонской незалежной республики. Мы, как херсонцы, сначала ничего не поняли первое воскресенье, второе воскресенье уже начали на них, к ним присматриваться. На третье воскресенье мы их дружненько всех без особых последствий повязали и передали милиции. Мы выяснили, что это люди далеко не херсонцы. Один там только был из бывших депутатов городского совета. Конечно, человек немножко неправильно себя повел, сейчас до сих пор в реанимации лежит. У меня еще так сложилось, что после Афганистана, пока я успокоился немножко, вязать научился, чтобы ни с кем не общаться, сидеть в углу. Тем более я еще продолжал служить в армии. И тут меня посылают обратно в Анголу. И обратно в эту же среду я приехал. Но тут уже в качестве военного советника воевали сами там анголессы. Ну, были там еще кубинские добровольцы, два полка, которые оказывали им помощь. Там Фидель Кастро им оказывал эту помощь военную. Я уже четко понял, зачем мы здесь находимся. Вот этот режим, который там есть, он будет сидеть. Мы уйдем, будет так же, как в Афганистане. Потому что вместе с нами сразу уйдет оттуда миллион человек. Приехал, было всеобщее признание, было уважение. Тот почет, который держала Советский Союз, нам оказывал. Там, видите, льгот. Квартиру мне в Симферополе там быстренько дали. Я приехал в отпуск сюда, а бабушка моя, которая меня практически воспитывала здесь у нас, в Херсонской области, в Белозерском районе, из запорожских казачек. В третьем поколении тут жила. И в 108 лет она представилась. И когда я приехал из Афганистана, потом, конечно, Анчу Дога мне не говорила. Потом она в конце концов сказала, сынок, а ты же там все-таки был оккупан, такой же, как вот тут у нас ходят. Которые нас сразу после, ну, великой социалистической революции тоже оккупировали Украину. Говорит, и точно таким же там был. Я тогда вот первый раз задумался, потом начал читать активно Проханова, всех исследования, которые показали, каким образом мы вообще там оказались в чужой стране, со своими танками, самолетами, артиллерией. И потом уже потихоньку пришло осмысление того, что это просто была оккупация с целью того, чтобы там насадить коммунистический режим. Санаторий «Чайка» расположен на берегу Черного моря, в 100 километрах от Херсон. Среди отдыхающих участники АТО. Антитеррористической операции. Так в Киеве называют боевую операцию, которую украинские военные проводят против сепаратистов на востоке страны. Юрий Любченко, как чиновник областной администрации, помогает этим людям за счет бюджета добыть путевки в пансионат, чтобы ребята могли отдохнуть и поправить здоровье. Иногда молодые люди приезжают на море с семьей. А вам удавалось когда-нибудь встретиться лицом к лицу с противником и пообщаться? Зачем он взял в руки арго? Ну с пленными только, которых брали. Ну и что пленные говорили? Они тоже любили свою родину. Все постоянно их напичкали информацией одной. Что Россия, скрепы, Советский Союз, все хорошо. Они не знали другой информации, как можно жить по-другому. Жители Донбасса максимум 10-20% выезжали за территорию области. То есть они не видели другой жизни, они не знают как. Они им подавали информацию, они в это свято верили, они за свою идею тоже и шли. Какая ненависть может быть? Ты просто понимаешь, что я, ну, как я думаю, я просто, ну, мне шкода хлопцам, которые погибли. А мстете, ну, ты ведь и мстил, тебе ведь и мстил. Где тогда кинец будет? То будет вечно продолжаться. То есть мое быть мудрее. Ну, а нема до них, просто нема до них поваги. Ну, там же тоже люди живут, и они заблуждаются. Отнести им за то, что они считают, что они правы. Им надо доказать. Если им докажешь, что все-таки они ошибались, примером доказать, что вот мы живем лучше. Ну, они же помогали, допустим, там местным помогали, когда им было тяжело. И подкармливали их местные. Потом они отдавали, когда уходили. Помните, вы уходили с позиции? Нужно было куда-то продукты деть, запас был хороший. Они все людям раздавали. Разочарование есть. Предательство. То, что там очень много сейчас украинцев, которые находятся против нас в тех окопах, которые бросили, и не именно там, которые жили, а которые с разных регионов Украины туда поехали поддерживать эту власть. Да, кто там не нашел себя в жизни и поехал пострелять за легкие деньги. Кто там еще по каким-то причинам. Разочарование этим есть. Но отчаяния нету. И страха нет. Мы прекрасно знаем, что с этой русской смекалкой, каким образом мы можем бороться. И у нас есть опыт исторических побед над ними. Когда 400 казаков сели в Хатыне, все знают, где эта крепость, сели на смерть и разбили там 12-ти тысячное российское войско. Это факт. Дорогие земляки, именно здесь, на этих схилах, писалась первая конституция Украины. И вот здесь вот уже в 1711 году, когда сюда они перебазировались, то была и принята вот это первая свод договоров и правил, как себя вести здесь, на территории вот этой Сечи, Каменской Сечи. Для громады казаков, которые тут жили, со своими семьями. Это первое громадское объединение такое, большое было, суспильство наше украинское. Кисоцы красавчики. Ну, как всегда. Как всегда. Доказательства российской агрессии. Фугас, это фугас, это тушенка русская, грибная, да, паштет. Это когда наши в Широкино освободили, они вот побросали, и нам ребята передали доказательства того, что вот, пожалуйста, русский военторг, да. А это мухи, это противотанковые. Нет, это противотанковые мухи, это 82-миллиметровые. Так нет, ты же неправильно взяла, не на то плечо. Да? А мне одели на то. На какой одели? О, Сюда глазом смотришь. Сюда глазом смотришь. И тут есть еще такие затычки, в уши надо заталкивать, заталкивать, поняла? Разве можно девочкам давать оружие? Женщина в Украине, кто? Казачка. Не рано ли? Нет. Это правильно, молодец. Молодец. На меня посмотри, пожалуйста. Лица не видно. Все, Молодец. Ставь. А потом покажут это российские телеканалы, скажут, вот Украина детей даже на войну берет. Что вы скажете? Нет, не берем на войну. И не пустим никогда в жизни. Но своего не отдадим. Да? Афганистан и Ангола дорого обошлись Юрию Любченко. Два тяжелых ранения, контузия на выходе инвалид третьей группы. И все же ветеран двух войн остался служить в советской армии. Но тут грянул августовский путь 91-го года. СССР буквально рухнул в три дня, к чему Юрий совершенно не был готов. Мне говорят, слушай, дорогой, а там уже другое государство. Украина. А я говорю, что же мне делать? Ну, бери личное дело, едь туда, может, возьмут тебя. Юрия с его инвалидностью не взяли ни в Киеве, ни во Львове, ни в Симферополе. Пришлось вернуться обратно в Москву и уволиться из армии. Местом жительства он выбрал Украину, родной Херсон, где жили его родители. Мне даже физически тяжело было. И вот этот процесс длинной переходной экономики и так корежило. Ну, я просто не знал, что делать. Я просто жил изо дня в день. Я знал, что нужна семья, и надо квартиру получить в Херсоне. Все равно надо работать, зарабатывать как-то на хлеб себе. Юрий Любченко поначалу вяло интересовался политикой. Но наступил момент, когда он понял, что больше не может оставаться в стороне. Осенью 2013 года в Киеве сотни тысяч граждан вышли на улицы. Сначала тут, в Херсоне, на митингах, которые здесь, параллельно с Майданом, мы организовывали возле нашего здания облдержадминистрации. А потом у нас в Киеве есть для афганцев госпиталь «Пущеводица». Все активные, практически, члены нашего Украинского союза ветеранов Афганистана, все туда посижались. И мы там не лечились, а приходили только переночевать. Это раз в три дня. Постоянно находились на Майдане в восьмой сотне, который покойный герой Украины Олег Михнюк, наш боевой побратим, с Афганистана организовал, это «Афганская сотня». Потом эта «Афганская сотня» Майдана, она стала основой батальона «Айдар». Что, бери, звезда. Для Юры Любченко война на Юго-Востоке не только трагедия, но и история одного большого предательства. Его учили те же самые учителя, которые сейчас, военные, пришли к нам же сюда с войной. И они друг друга знают, они друг с другом. Все это время общались. И вдруг на тебя стали врагами. Их, главное, предали так подло и быстро. Я в Афганистане, приехал мой сменщик, волка кошелин. А меня же забрали у раненого на Кабульский госпиталь. А он принял мою танковую роту. И через общих знакомых, 3-е, 10-е, мы восстановили с ним связь. Он служил долгое время в российской армии. Потом уволился, а сейчас он в электростале под Москвой. Начало боевых действий. Славян заняли, Гиркин первый раз проявился. Совершенно случайно звонит мне Вова. Уже ближе к вечеру. И так уже добрый выпивший. И начинает мне рассказывать, сколько я должен прислать к нему людей с боевым опытом. Которые он тут же сейчас будет оформлять на Донбасс. И сколько я за каждого получу денег. И этому человеку я вообще ничего плохого не делал. А он сейчас набирает людей, чтобы меня тут убили. Вот нормально. В каком смысле? Ну, в таком смысле, что набирают людей, присылают их в виде ополченцев Донбасса. Которые там сейчас быстренько примут гражданство ДНР, ЛНР. Вступят в ряды незаконных вооруженных формирований. И будут выходить против Збройных сил Украины и убивать украинцев. Херсонский областной центр по допомоге Збройным силам. Это помощь вооруженным силам Украины. Слава Украине. Ой, Галина Ивановна, ну вас снимают. Мы в честь вашего, даже в Ивановне, ну это в дороге ехали. А, кстати, мы помогаем не только, мы помогаем и мирным жителям. Там вот в Луганской области, в Донецкой области. Когда мы привезли детям подарки, мы разговаривали именно с мирным населением. В данный период некоторых очень резко поменялось совсем другое отношение к Украине. Они не хотят в Россию. И это очевидно, потому что нет работы в них, нет жилья. Практически каждый день обстрелы. Им это все надоело уже до высшей степени. Поэтому люди хотят, чтобы жить в единой Украине. В России до сих пор у среднего пенсионера пенсия больше 2,5 раза, чем у нас. Подождите секунду. И наших пенсионеров ничем не убедишь. Они сидят и смотрят туда. И им вопрос выживания стоит. И знаем, сколько уже Херсония осужденных. Есть у нас сепаратистов, которые изловили после участия там, на Донбассе, против нас же. И тут их ловили на месте проживания. Которые поехали кредит отдавать, против меня убить. И отдать же тут, в Украинском банке кредит. Они долго... Понимаешь, и такое есть. Те люди, которые хотят, чтобы вернуться, например, в Союз, или же присоединиться к России, например, то патриотов у нас все равно больше в Херсоне. А людей надо убеждать, что Украину и свою землю, как вот матерь, мати, одна, едина. Едина мати. Ей зрадживать не можно. Вот так и Украину. Зрадживать не можно. Украина одна. Мы сами разберемся в себе в стране. Не надо нам навязывать какие-то курсы, которые нам Москва сейчас навязывает. Вы не должны туда идти. А если вы еще противитесь нам, то мы вам сейчас военную агрессию, мы вам сейчас полномасштабное вооруженное наступление устроим. И могут в любой момент. И мне придется опять, ослужив год на Донбассе, обратно туда идти, защищать Украину. Потому что нет у нас боеспособных, нормальных мужчин, которые можно туда идти. Кто можно, те уже все были там. КОНЕЦ